МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Татьяна Левкина начинала свой творческий и профессиональный путь в Доме ученых. Там Татьяна Ивановна ставила спектакли и творческие вечера, которые поражали своими замыслами, была руководителем вокали-инструментального ансамбля. Несмотря на разнообразие творческой и организационной деятельности, на всю жизнь особое место в сердце Татьяны Ивановны занял театр. Причиной тому стали первые детские впечатления в период обучения в музыкальной школе. У нас в музыкальной школе была педагог-теоретик Наталья Степановича Гадаева. Царствие небесное, сегодня ее уже нет. И Наталья Степановна была таким интереснейшим человеком, очень образованным, очень эрудированным, особенно в сфере музыки. Она учеников не пускала на уроки, если ее ученик не посетил премьеру в нашем театре. А это было как раз в период 1956-1968 годы, когда театр был музыкально-драматическим. Вот как связано было обучение музыкальной школы с посещением нашего театра. Ну и мы волей-неволей посещали театр и начали, ну как же, не будешь допущен к обучению. Поэтому мы смотрели все премьеры. А у меня в жизни случилась такая ситуация. Дело в том, что когда театр открывали, там было очень мало профессиональных актеров. Там были актеры из самодеятельности, из любительских коллективов. Точно так же и хореографический коллектив состоял тоже из профессиональных танцовщиков и из любителей. Вот в числе любителей была моя мама, Зинаида Петровна Пешихонова, которая дружила с Новиковой Тамарой Григорьевной. Тамара Григорьевна танцевала и в театре одновременно, она преподавала хореографию, куда ходили мой старший брат и моя старшая сестренка. И вот так все это вместе сложилось, все это вместе привело к тому, что в моем сердечке театр начал занимать довольно серьезное место. Так со школьных лет Татьяна Левкина решила, что свяжет свою жизнь с театральным искусством. Поэтому, перейдя на должность начальника в отдел культуры, наша героиня параллельно ставила спектакли и в Доме ученых, где она работала до администрации, и в Саровском драматическом театре. Театральная деятельность привела меня к необходимости получить профессиональное театральное образование. И в 1985 году я поступила в ГИТИС на факультет музыкальных театров к художественному руководителю курса, народному артисту СССР Владимиру Акимовичу Курочкину. В 1989 году я институт закончила, и вот с тех пор начались театральные постановки в нашем театре. Одно из самых крупных событий в городе – появление нового драматического театра на проспекте Музруково. Впервые встал вопрос о разработке проекта и строительстве нового здания еще в 1958 году. Проектов разработки было всего три. Эти проекты разрабатывал Гипротеатр Московский институт и Ленпроект Ленинградский институт, который практически проектировал культурные здания, здания инфраструктуры многих закрытых городов Российской Федерации. Но дело в том, что и этим двум проектам не суждено было осуществиться, потому что недоставало финансирование. Не все на высоком уровне понимали, зачем требуется такому небольшому городу, точнее поселку на тот период времени, такое серьезное учреждение культуры. В 1978 году, когда я пришла на работу в администрацию из Дома ученых, передо мной была поставлена одна из задач – заниматься вопросами проектирования театра. То есть для этого сначала нужно было получить заключение нашего депутатского корпуса о том, что это действительно нужно. И вот, начиная с 1978 года, пришлось во многие двери стучаться в Министерство ведомств нашей большой страны, для того, чтобы каким-то образом этот вопрос, эту проблему сначала обозначить. Мы побывали в Министерстве финансов несколько раз, в Министерстве экономики несколько раз, много раз в Министерстве по атомной энергии, много раз, естественно, в Министерстве культуры. Я вспоминаю только четверых министров культуры, с которыми пришлось обсуждать этот вопрос. В итоге в план развития города все-таки внесли строительство театра. Техническое задание по его проектированию разрабатывалось в отделе культуры, а согласовывалось с режиссерами, театральными руководителями и строительными организациями. В то время в городе появилась офшорная зона, и между Городской думой, администрацией и отделом культуры произошла полемика по поводу того, что построить в первую очередь – Ледовый дворец или театр. Спортивное учреждение выиграло пальму первенства. Хоть и чуть позже, но новый драматический театр в городе все-таки появился. Торжественное открытие состоялось 14 октября 2006 года. Тогда на сцене саровские зрители увидели рок-оперу «Дети полудорог» по мотивам известной истории о Юноне и Авось. Над постановкой, как режиссер, работала Татьяна Ивановна Левкина. Спектакль необычен тем, что в нем принимали участие не только профессиональные актеры, но очень много было людей, которые отдали свою жизнь любительскому искусству. Это был женский хор ОДДУ под руководством Марии Васильевны Тараевой. Это был вокальный ансамбль мужской под руководством Валентины Витальевны Царевой. Это были солисты некоторых вокально-инструментальных ансамблей и рок-групп нашего города. Ну и, конечно, профессиональные актеры, которые у нас в театре есть. У нас в театре были актеры с вокальным образованием. Естественно, актерская труппа была заметна вся полностью. И на сцене было практически много народа. Яблоку негде было упасть на финальных сценах. Потрясающий вклад внесла в этот спектакль Оксана Юрьевна Иларионова как хореограф. У нее был свой коллектив мужской, хореографический. Она пригласила своих ребят, они не отказались. И вот такой конгломерат профессионального искусства и любительского искусства дал те результаты, о которых мы знаем. Рок-опера шла с ошеломляющим успехом. Почти на всех показах «Детей полудорог» был полный зал. 16 спектаклей подряд зрители аплодировали стоя. Татьяна Левкина обратилась именно к рок-опере, потому что в 50-е и 60-е годы театр в Сарове был музыкально-драматическим. И начальник отдела культуры, и по совместительству режиссер-постановщик решила создать спектакль в уже полюбившемся саровчанам жанре. Открываем мы театры в закрытых городах не каждый год. Это действительно очень знаменательное было событие. И, конечно, хотелось, чтобы оно было патриотической направленности. Патриотики в этом спектакле достаточно, хотя материал больше романтического такого характера, но вместе с тем патриотизма достаточно. Исполнитель роли графа Рязанова Андрея Петровича Родченко. Он лауреат двух театральных премий Евгения Александровича Евстигнеева. Исполнительница роли Кончиты Ирина Митрофанова покинула нас, работает в другом театре. Второй исполнительницей роли Кончиты была очень успешная актриса нашего театра, поющая актриса Светлана Киверская. Ну и так далее. Можно о многих говорить. Я всем очень благодарна за то, что спектакль получился вот таким, о котором вспоминают до сих пор. Я действительно очень благодарна актерам, самому театру и людям, которые мне доверили постановку этого спектакля. Это был Геннадий Закирович Каратаев и Владимир Павлович Юнаков, которые пригласили меня и сказали, сколько ты с этим театром намучилась с его очень непростым строительством, сколько туда вложено здоровья, труда, лет, нервов. И учитывая, что я к этому времени имела образование соответствующее, они мне сказали, иди подумай, какой именно музыкальный спектакль можно поставить в театре на его открытие, к его открытию. Ну вот, таким образом родились дети полудорог. Почему мы не оставили основное название Юно-Найвось? Здесь две причины. Во-первых, не весь контекст пьесы и музыкального материала использован в нашем варианте спектакля. И, во-вторых, наши профессиональные актеры и любители, актеры, вот этот конгломерат, он сегодня был подчеркнут названием «Дети полудорог» именно тем, что мы не повторяем спектакль, поставленный на тот период времени в Ленкоме и во многих-многих-многих театрах Российской Федерации. На сцене Саровского театра Татьяна Ивановна Левкина ставила и другие спектакли. «Дело», «Дура», «Это любовь», «Бегущие странники», «Вальс о вальсе». Постановку «Звонок из прошлого» Татьяна Левкина перенесла в фойе театра, где было ограниченное количество зрителей. Такой формат она называет «Наедине со всеми», где актеры не могут солгать зрителю. Довелось мне на этой замечательной сцене поставить детские спектакли. «Непослушный Иванушка» – это был тоже музыкальный спектакль. И спектакль «Мастерская глупости». Ребятишки, да, мне было очень отрадно, что меня не так давно встретили ребятишки, которые сейчас уже стали совсем большими взрослыми людьми и сказали, «Татьяна Ивановна, мы помним спектакль, где у вас актеры ходили на голове, то есть вверх ногами». Это как раз был спектакль «Мастерская глупости». А самый первый детский спектакль я поставила в «Доме ученых». Это был спектакль «Приключения Буратины». Буратино, посвященный Новому году, был очень красочный, фееричный, такой костюмный, музыкальный, жизнерадостный, задорный спектакль. Какую вы видите цель и задачу Центрального искусства? Вы знаете, я соглашусь здесь с Марией Николаевной Ермоловой о том, что нельзя воспитать или обучить актера, если вы не научили его быть человеком. Вот это, на мой взгляд, самые золотые, самые высокие слова, которые можно отнести к театру, не можно, а нужно отнести к театру. И многим-многим режиссерам современности следует об этом задуматься. В период работы Татьяны Левкиной преобразилось и любимое место отдыха горожан – парк культуры и отдыха имени Зернова. Заасфальтировали пешеходные дорожки, построили административно-хозяйственный блок и игровой павильон Светлана, который назвали по имени на тот момент директора парка Светланы Владимировны Аврискиной. Поменяли ряд аттракционов. Отделу культуры даже пришлось противостоять активному в 80-е годы движению зеленых, которое было против уничтожения растительности в парке. Во многом из-за них не получилось обновить насаждение. С тех пор вот эти рубки, о которых я говорю, осуществляются только в разделе санитарных рубок. То есть опасные деревья, больные деревья – это проводилось всегда. К 1986 году крупномасштабные рубки в парке были уже одобрены депутатами. То есть на депутатских комиссиях мы выступали, разъясняли, что, зачем, почему. И очень хотелось, чтобы этот парк был обновлен. Однако этого не получилось именно потому, что движение зеленых было достаточно сильным и ограничились только рубками санитарными, рубками ухода. То есть были удалены опасные деревья. Более того, подчеркну, что к тому времени у нас были неприятные ситуации с падением деревьев. Была разбита машина, и еще у нас погиб ребенок. Но это было уже достаточно давно. И, видимо, эти два момента тоже останавливали наших оппонентов. В итоге мы бы сейчас имели, как говорят некоторые жители нашего города, мы бы сейчас имели маленький Петергоф. Если бы в 1986 году были проведены массовые рубки и массово посажены новые зеленые насаждения. В период того, как Татьяна Ивановна Левкина занимала пост начальника отдела культуры, в Сарове было открыто много учреждений. В 1993 году в городе появилось профессионально-творческое училище искусств, которое сейчас называется Детская школа искусств номер два. В нашем городе не было учреждения образовательного в сфере культуры и искусства для подростков, что меня очень и очень беспокоило. И появилась возможность, появились площади, появился зал, актовый зал в помещении общественно-бытового центра на улице Силкина. К этому залу примыкал целый ряд кабинетов, которые потом стали просто классными комнатами. И надо было решить. Буквально за два дня мэр города пригласил меня и сказал, вот есть такое помещение, если оно тебе надо, забирай. И дал мне всего два дня. Это были выходные два дня. И к понедельнику я должна была принести идею, что там будет, и смету уже, то есть потребность в финансах. И потому, что душа болела за подростков в нашем городе, родилась идея открыть вот такое училище в сфере культуры и искусства именно для них. Причем открыть так, чтобы это были разные факультеты, чтобы ребята могли выбрать то, что им по душе, чтобы те, кто в свое время оставил музыкальную или художественную школу, могли туда вернуться, чтобы те семьи, которые посожалели о том, что в совсем маленьком возрасте они не привели ребенка в музыкальную или художественную школу или школу искусств, для того, чтобы сейчас они уже пересмотрели свою позицию. Вот такая была идея открытия этого учреждения. Профессионально-творческое училище искусств в Сарове признали инновационным и авторским учреждением благодаря вариативному обучению. После фестиваля малых театральных форм, который прошел в городе, в марте 1994 года открыли театр «Кукол-кузнечек». Также появились филиал «Дыши номер 2», городская художественная галерея, молодежный библиотечный информационный центр, детская библиотека Пушкина, хоровая капелла мальчиков. Саров помнит и большое количество городских праздников, которые ставила Татьяна Левкина. Все начиналось с марш-парадов духовых оркестров, смотров строевой песни и праздника Дня Рыбака на протяжке. Потом пошли более серьезные работы. Дни города, дни, посвященные победе в Великой Отечественной войне, поэтические вечера, фестивали, тематические концерты. Самым, наверное, дорогим для меня праздником был это 50-летие победы в Великой Отечественной войне. Здесь праздник был широкомасштабным, он проходил на многих площадках города. Особенно запоминающимся была центральная часть на площади имени Ленина, где был условно декорирован рейхстаг, который брали советские войска. Это было инсценированное действие. Здесь же Маркс Александрович Койфман, художественный руководитель театра «Кукол Кузнечик», по нашему предложению осуществил постановку заключения пленных в концлагерях. Здесь были практически настоящие собаки, настоящие костюмы, настоящая атмосфера. И вообще на площади царила именно атмосфера военная, сложная, тяжелая. Я вспоминаю, как опасно было военнослужащим в поисковой части делать то, что мы их просили. И, несмотря на это, под руководством, конечно, командиров, все было осуществлено. И выстрелы, и дым, и взятие рейхстага, и водружение Красного Знамени. Все было осуществлено. И те, кто помнит этот праздник, наверное, тоже вспоминают его с грустью и вместе с тем с радостью. За это время многое было сделано в городе, и какое учреждение занимает такое особое место в вашем сердце? Возможно, это театр? Поделитесь. Все мы, святые и воры, из алтаря и острога, все мы смешные актеры в театре Господа Бога. Все, о чем мы поговорили с Татьяной Левкиной, еще далеко не полный перечень того, что она сделала для Сарова. И многие горожане до сих пор вспоминают Татьяну Ивановну за благодарностью. Ну а наша передача подошла к концу. В следующий раз мы услышим новые истории. Познакомимся с новыми героями, новыми лицами, лицами Сарова. До встречи в следующем выпуске на канале 16. Субтитры создавал DimaTorzok